Всем привет! Я к вам сегодня с огромной коробкой красок. Сейчас как раз сезон рассылок и бренды присылают разные материалы. То, что мне интересно, я тестирую, то, что мне неинтересно, я просто обычно оставляю за кадром. Но на этот раз я просто не смогла пройти мимо, потому что мне прислали целую коробку акрила. Его здесь, ну, очень много. В каждой из этих коробок минимум по три тюбика, а то и по четыре. Два вида акрила. Один мастер-класс, другой ладога. И мне ничего не пришло лучше, чем выкрасить их и сравнить между собой. Потому что я, если честно, вообще не представляю, что еще можно сделать с таким количеством акрила. Я очень надеюсь, что тут у разных брендов будут одинаковые оттенки, ну, или же хотя бы похожи друг на друга, для того, чтобы, ну, было как-то, было как-то целесообразно их сравнивать. Но, что меня больше всего просто шокировало, как вам такое? Просто как? Как вам такое? Ой, а вы еще когда-нибудь такое видели? Я впервые в жизни вижу подобное в рассылке. Шесть саж газовых. Мне кажется, что человек, который собирал эту посылку, меня просто пранканул. Возможно, вы помните кулсторию о том, что когда я училась на ход графе живописи, моя преподавательница отбирала у меня сажу газовую, потому что, ну, вы знаете, да, что пользоваться сажей газовой в живописи – это смерти подобно. Поэтому я подворовывала ее у своих одногруппников. Зато теперь смотрите, где я, как я поднялась. Я могу просто искупаться в этой саже теперь. Короче, либо это очень странный мув и очень странное решение, либо меня так подстебали. Ну вот, мне сразу попадаются две изумрудных двух разных брендов. Это уже неплохо. Вот именно таким, именно в таком формате я и хочу их выкрашивать и сравнивать. Так, это бронзовый металлик. Это окись хрома. Ага, вот еще одна окись хрома. Еще один металлик. И титановые. И сажегазовые. Еще одна сажегазовая. А то ж мне было мало шесть банок. Ага, вот у нас есть, это просто серая, а это серый графит. Не знаю вообще, насколько они будут похожи. Неаполитанская желтая. Кинокридон, английская, кармин. Но это все разные. Желтая темная, но у нас неаполитанская, а она светлая. Это не считается. Опять же металлик золотомая. Еще одна сажегазовая. Погнали дальше. Вот, два кобальта синих. Это уже хорошо. Цирулюм. Умбра жженая. Умбра еще, по-моему, не было у нас. Краплак. Так, фиолетовая такая, фиолетовая вот такая. Причем фиолетовая, фиолетовая, фиолетовая темная. Не совсем понятно, что за оттенки. Цирулюм. Вот. Так, еще одна парочка у нас с цирулюмом. Фиолетовая светлая. Не знаю, как мы будем их сравнивать. Охра. Так, охра где-то была, да? Супер английская красная. Еще одна парочка. Так, титановые, цинковые. Мне хочется, чтобы был еще краплак, кармин. Вот эти вот оттеночки красивые. Серебро, золото, сусальное. Это опять сюда к металликам. И сиреневый хинокридон. Ну, я не знаю. Видите, они как будто бы все лилово-фиолетовые. Но мне кажется, они все разные будут. Я не знаю, как мы будем их сравнивать. Ну, короче, просто как-нибудь сравним. Ладно уж. Так, ага, две лимонки. Супер. Охра светлая. Еще одна охра светлая. Замечательно. Оранжевая. Оранжевая еще не была. Так. Умбра женная. Сиена натуральная. Оранжевая. Так, оранжевая. Сиена натуральная. Тоже две. Умбра женная. Умбра. Ага, вот такая тоже есть. Золото инков. Золото ацтеков. Античное золото. И еще темное серебро. У них какая-то огромная коллекция металликов появилась. На двух коробках написано «Подарок». Это так забавно, как будто все остальное не подарок. Это же просто рассылка. Это все подарок. Это очень забавно. «Кадмий». 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 «Три кадмия». Мне кажется, что это опять что-то ироничное. Потому что, конечно же, я люблю такие оттенки. И я люблю этот цвет. Потому что это такой, ну, для меня практически классический. Красный. Очень забавно, что мне положили три красных и шесть банок черного. Мне реально кажется, что посылку собирал юморист. Что думаете? Так. И тут у нас три фиолетовых. Кто-нибудь даст мне подсказку, что делать с таким количеством акрила? Я вообще не представляю. Конечно, я сейчас очень активно пишу холсты. То есть, мне нужно много акрила на большие пространства, для фонов, для пейзажа и так далее. Но это как будто бы все равно слишком много. Из-за комикса я сейчас очень много обучаюсь. Работаю с композицией, со светом. В общем, очень много академизма. Поэтому и по настроению, и по сезону сейчас хочется порисовать со своей собственной индивидуальностью. А вообще, есть такой вид обучения, когда вам помогают формировать именно ваш личный стиль. И наоборот, ценят индивидуальность. Например, на курсе «Вады художник. Новое поколение» от Home Digital School. Курс включает в себя 10 образовательных блоков, которые помогут вам научиться всему. От базовых скетчей до детализированных работ. Главное преимущество курса – по окончанию вы создадите полноценное портфолио из трех работ. Предмет окружения, стилизованного персонажа и полноценную иллюстрацию. Преподаватель курса и кураторы помогут прокачать все необходимые навыки для работы в цифровом формате. Ваши кураторы – опытные практикующие художники. Они пройдут с вами весь путь обучения, разберут ваши домашки и помогут реализовать идеи на 100%. Вы никогда не останетесь без ответа на любые ваши вопросы. Вы не просто будете повторять за преподавателями. Здесь ценится ваше индивидуальное видение и креатив. Во время курса вы сможете выработать свой собственный стиль. Обучение проходит онлайн, благодаря чему можно самостоятельно выбрать удобное и комфортное для вас время и не переживать, что не успеете к началу. За время обучения студент получает не только знания, но и возможность практиковаться на реальных заказах. Внутри закрытого дискорд-клуба школы есть биржа, где ежемесячно команда создает реальные заказы для студентов, чтобы была возможность развиваться и зарабатывать одновременно. Если вы хотите начать свой путь в мире 2D рисунка или развить уже имеющиеся навыки, переходите по ссылке в описании и не забудьте активировать скидку на все курсы школы с помощью промокода MISTICAL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 52. Ну и еще 6 банок сажи газовой. Очень, не знаю, мне как-то это очень сильно веселит. Слушайте, а металлики-то у нас получаются только от Ладоги, да? Да, угу, то есть тут не получится никак их сравнивать, потому что блестючки у нас только отсюда. Ну ладно, мы просто тогда их выкрасим и посмотрим, посмотрите, посмотрите сколько их. Это прям какая-то огромная коллекция. Ну смотрите, оценивать буду строго, потому что у меня всегда есть претензии к металликам. Мне нужно, чтобы они очень хорошо сияли, блестели. Вот эти все полуперламутры, это все не моя история. Надеюсь, они меня удивят, потому что металлики уж точно лишними никогда не бывают, когда рисуешь на холстах. Выкраски делаю и на белой бумаге, и на черной сразу. Старалась все подписывать. Надеюсь, что вы не запутаетесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока выкраски сохнут, давайте что-нибудь посмешиваем. Я выбираю белила цинковые, цирулиум и изумрудную. Постараюсь брать одинаковое количество краски, просто один к одному, чтобы было точнее. Дальше давайте попробуем кобальт синий и, допустим, лимонную смешать. Как будто грязненько, или мне кажется. Давайте еще в кармин и хинокеридон вмешать попробуем охру и, может быть, белила титановая. Окись хрома умброженная и белила цинковая. Я специально выбираю варианты по смешиванию посложнее, для того, чтобы увидеть наглядно, если будет где-то грязь какая-то или что-то где-то как-то некрасиво получится. Потому что, ну, понятное дело, что если я в красиво-фиолетовый добавлю просто белила, то получится просто красивый фиолетовый все еще разбавленный белилами. Вот прямо сейчас это и сделаю. Хочу выбрать какой-нибудь фиолетовый. Блин, ну они все разные, понимаете, что получается как будто бы неравнозначно, что ли. Вообще вот этот фиолетовый, это темно-фиолетовый от ладога, он больше всего похож на вот этот, это диоксазин. Ну и напоследок давайте еще чего-нибудь. Я выберу кармин и розовый хинокеридон. На выкрасках они прямо супер очень сильно похожи, поэтому, я думаю, не страшно. И, наверное, с оранжевым замешаю. Казалось бы, родичи, но в акриловых красках очень часто получается грязище такая, знаете, серо-коричневая, некрасивая. Так, первые выкраски практически полностью высохли. Давайте смотреть. Английская красная, и там, и там плотная, 3 звездочки. Немножко отличается оттенок. У мастер-класса больше в рыжую сторону, у ладоги больше красный кирпичный. У ладоги явно плотнее оттенок. Сие ноженая, также плотные, 3 звездочки. По плотности как будто бы разницы нет, по цвету есть. У мастер-класса чуть более рыжая, вот где плешивит, виден более такой желтый насыщенный цвет, а у ладоги как будто бы немножко серый подтон, более блеклый оттенок. Оранжевые мне показались просто супер одинаковые и по текстуре, и по цвету. Они оба отмечены как неукрывистые, 3 звездочки. Ну, так и есть, да, то есть, сами видите, да, на черном цвете очень хорошо видно, что там действительно надо с ними в 3 слоя работать. Умбраженная, плотная, 3 звездочки. Как будто у мастер-класса чуть-чуть более красноватая, но это прям сильно очень хорошо надо смотреть. Может быть, это у меня галлюцинация, я не уверена. По плотности ладога чуть лучше. Охра светлая, на вид, на вид вообще все абсолютно одно и то же. Они указаны обе как плотные, 3 звездочки. На мой взгляд, укрывистость у них очень средненькая и, ну, тактильно как будто бы одно и то же. Дальше изумрудные, не знаю, насколько правильно их сравнивать, потому что у нас изумрудно-зеленая и изумрудная, скорее всего, это вообще разные оттенки, они на вид абсолютно разные, но как бы что есть, то есть. Они самые максимально похожие, обе укрывистые, 3 звездочки. Я не знаю, как надо обкуриться, чтобы вот это назвать укрывистым. В целом у меня что к вот этому цвету, что к следующему, претензий мало, потому что вот эти вот оттенки, кобальт синий и вот классический изумрудный, они почти всегда как сопли, очень прозрачные. В целом это окей, но почему вы пишете, что он плотный, тут уже понятно, как бы да, с белилами набодяжина, поэтому цвет получше. Очень укрывистый, просто сравните, просто сравните вот этот изумрудный на белом и вот этот на черном. А указано, что они оба укрывистые, но это же вообще не так. Вот это уже, кстати, по-честному, у синего кобальта, у мастер-класса указано, что половинка, полуукрывистый, 3 звездочки светостойкость, а у ладоги, мол, полностью укрывистый. Ну, тут, в принципе, если сравнить конкретно этих два, то соответствует. У ладоги он, ну, просто явно укрывистый, просто посмотрите. Ну, это вообще небо и земля, две разные вещи. Дальше серые, кстати, оба просто отличные, я очень люблю серые, я из тех художников, кому лень лишний раз смешивать белилки и черный, вот. Ну, вообще, в целом, я голый серый довольно часто использую, поэтому супер, что они есть. Оба безумно укрывистые, вообще, наверное, одни из самых укрывистых, что, в принципе, неудивительно, они на огромное количество процентов просто состоят из белил, поэтому такой результат. Ну, да, пишут, что укрывистые, 3 звездочки, тут, в принципе, все соответствует. Разница только в том, что один потемнее, другой посветлее, вот и все. Лимоны, это просто классические лимоны, они почти всегда вот так вот взросленько выглядят. Ну, и тут, по-честному, тоже указано 3 звездочки и что краски полупрозрачные, не укрывистые, так есть. На вид, вообще, один в один абсолютно идентичные. Дальше окись хрома, как будто бы чуть-чуть у ладоги посветлее, вот совсем немножко более пыльный, что ли, а у мастер-класса чуть-чуть поярче. Но это тоже, это прям сильно всмотреться, если. Оба плотные, 3 звездочки, тут все соответствует, так и есть. Очень плотный цвет, можете посмотреть повнимательнее. Так, дальше, цирулиум. Где он у нас, цирулиум? Ладога явно выигрывает по плотности. Цвет, ну, одно и то же, плюс-минус. Оба указаны как плотные и 3 звездочки. Опять же, вопрос к мастер-классу. Где? То есть, у красок одинаковые характеристики, но выглядят они вот так. Ну, как бы, сопли и явно укрывистая краска. Конечно, можно взять и во второй слой положить сюда краску, будет такой же результат точно. Почему тогда характеристики одинаковые у тюбиков? Тут у нас как бы так себе сравнение, потому что неаполитанская желтая и просто, просто желтая темная. Одна практически охра, чуть посветлее, другая как яичный желток. Две звездочки у них, у мастер-класса, мол, она укрывистая, а у Ладоги, мол, она неукрывистая, полупрозрачная. На белой бумаге как будто бы так и есть, потому что неаполитанская явно чуть поплотнее будет, белилок все-таки побольше. А на черной как будто бы что-то сопли, что-то сопли. Кормин, хинокридон, практически одно и то же указаны, как обе полы прозрачные и у обоих три звездочки. То есть характеристики одинаковые и в принципе, что белая бумажка, что черная, это показывает. Ладога как будто бы даже чуть-чуть поплотнее, поярче что ли. Ну и фиолетовые, я не знаю как сравнивать, потому что они все разные, ну они просто все абсолютно разные. Сажа газовая одно и то же, белилки, верхний ряд титановые, нижний цинковые. Ну и замесы вот такие. Оттенки могут немножко отличаться, как например вот здесь. Это зависит, может зависеть не только от самих красок, что оттенки немножко разные. Ну еще и о том, что я-то все-таки смешиваю на глаз. Я старалась плюс-минус одинаковое количество краски выдавливать. Ну сами понимаете, я же по граммам там ничего не как бы не взвешивала. Поэтому как знать, можно там чуть-чуть побольше синего, чуть-чуть побольше зеленого и результат будет другой. Вот тут вообще как будто что-то некрасивое намешалось и очень пляшивое. В остальном как будто бы то на то плюс-минус. Вот например, особенно вот эти двое нижних. Я как будто бы вообще даже вот своим взглядом вообще не вижу разницу, если честно. Как будто бы одно и то же полностью. В целом у большинства оттенков характеристики правильные, соответствующие тому, что есть. За вот некоторыми исключениями, о которых я сказала. Если посмотреть в общем, то есть одна большая разница. И это плотность красок. Что на белой бумаге, что на темной. Особенно на темной. Вы можете увидеть, насколько вообще ярче и плотнее правый ряд. Собственно, как и здесь. Если, например, вот сиены оранжевые, они вот плюс-минус одинаковые. То вот на английском красном очень хорошо видно, что ладога ну явно плотнее. То же самое с изумрудным. То же самое с кобальтом. Тут плюс-минус все одинаково. С церрулиумом. Ну тут неаполитанское желтое явно поплотнее чуть-чуть. Различия вообще не критическое. Да, как бы ни в смешивании, ни в выкрасках я не вижу. Возможно, видны именно в глобальном тестировании, да, видны какие-то различия. Кстати, если вы знаете конкретно вот прям различия, да, вот вы работали постоянно там этими и другими красками, то напишите, в чем, на ваш взгляд, самое главное вообще отличие. Если их несколько, то пишите несколько. Возможно, если работать глобально, да, особенно там, допустим, на холстах, да, возможно, разница более заметна. А, еще важный момент. У мастер-класса сама по себе текстура красок более плотная, но выглядят они более пляшивыми. А у Ладоги краски по текстуре более жидкие, но более укрывистые. Вообще, обычно наоборот. У меня был тест, я там сравнивала Basic студенческую линейку и профи линейку. Обязательно посмотрите, кстати, наподобие такого же ролика, только вот по другому бренду. Так вот, там было наоборот, там Basic были жидкие краски и менее укрывистые, а профессиональные были более такие плотные, густые и, соответственно, более укрывистые. А тут как будто бы все наоборот, потому что Ладога, она такая более прям текучая, более такой жидкий акрил. А мастер-класс, он как будто бы чуть более резиновый. Ну и самое интересное, давайте выкрасим металлики от Ладоги. К сожалению, не с чем сравнить, нету мастер-класса, видимо, металликов. Буду на темном выкрашивать, чтобы лучше было видно. Субтитры сделал DimaTorzok У меня бывали и поярче в коллекции металлики, но это неплохо. Мне, конечно, нравится, что такое разнообразие. Единственное, что вот эти два, ну это практически одно и то же, я особо разницы не вижу. Вот это вообще классно, это античное золото. Я впервые вижу такого именно оттенка металлика. Он такой, знаете, зеленоватый, к металлу старинного украшения. Ну тут по классике как бы медь, несколько вариантов золота. Серебристые тоже вполне классические, посветлее и потемнее. В целом металликами я довольна, они юзабельные. Вот такой получился быстренький тест. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте, пожалуйста, что сейчас мы с вами переехали на второй канал. Пожалуйста, подпишитесь на второй канал. Там выходят все креативные ролики, подкасты, коллаборации и так далее. А здесь останется только тестирование материалов. Так что, если хотите видеть более интересный контент, то добро пожаловать на мой второй канал. Ссылку найдете внизу в описании. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим роликом. И подписывайтесь на все мои соцсети, особенно на мой паблик ВК и телеграм-канал. Все ссылки, как всегда, внизу в описании. Субтитры сделал DimaTorzok